всем привет сегодня видео такого формата у нас видео вопрос-ответ да на вопрос задала мне вопрос зрительница чтобы я рассказала что мы берем на море вот что везем туда с собой так как скоро лето джонас весна до скоро лето поэтому это видео очень актуально снимая его отдельно кому интересно слушайте значит принципе на море мы всегда берем все все что может пригодиться так как семья у нас большая едем мы трое детей я и муж и собака с нами едет иногда какие-то другие животные с нами ездят соответственно обязательно берется еда животным низкие подстилка ну и все такое значит всем купальники обязательно купальные вещи вот еще мы ездим на гейзер если вы например ездите какие-то специальные места бассейны да там или гейзер как мы или на грязи ходите то есть должны быть еще другие купальники вот но вообще я скажу что купальника должно как минимум будет два произойти может все что угодно может порваться может испортиться ну короче растянуться все что хотите может быть уплыть и вот поэтому как минимум должно быть два купальных костюма да ну конечно можно все купить принципе вот но и знали вы знаете каждый привыкает к своим продуктам к определенным вещам значит первое что мы берем купальники вещи мы берем обязательно теплые потому что вечером все равно прохладно ездим мы в августе в конце августа уже вечера холодные в том году вообще была очень холодная пожалела что куртку не взяла вот значит обязательно хотя бы как минимум теплый спортивный костюм и кроссовки если же вы едете без машины у вас нет возможности взять много вещей но обязательно нужно теплая куртка то есть хотя бы какая-то ветровка данным не продуваемая ветром вот вот такая вещь типа как на мне спортивная кофта и если нет возможности взять кроссовки так как они много места довольно таки занимают возьмите хотя бы носки которые вы сможете одеть с шлепанцами ну хотя бы так потому что если очень холодно то там вообще честно говоря на море никто не смотрит люди ходят в пледах замотанные в одеяла в чем угодно если холодно гулять то вечером хочется вот значит по-любому теплые вещи надо брать дальше кто носит на пляже головные уборы это тоже нужная вещь но значит если у вас нет опять же место не позволяет если вы едете поездом например или автобусом то из таких вот легких вещей которые не мнутся занимает очень мало места возьмите бандану потому что на море портится все очень сильно вода соленая выжигает солнце выжигает поэтому все красивые ваши шапочки и кепочки будут испорчены один раз вы съездите они будут испорчены поэтому возьмите обычную хлопковую или трикотажную лучше хлопковую бандану платочек такой знаете и себе оденете на голову и будете днем и купаться и загорать и не будете переживать что он пропадет но такую вещь можно приобрести принципе на любом рынке на море дальше по продуктам что мы берем берем привычные продукты то чего нельзя купить там обязательно мы берем сумку-холодильник с собой вот значит мы берем обязательно мясо мясо на море порядка где-то на 100 гривен дороже ну то есть если там около 100 гривен до цена колеблется вот ну на 70 гривен где-то так то есть если тут допустим это мясо можно за 100 купить то там вы купите за 170 понимаете вот так в принципе филе куриное туда куда мы ездим она подешевле но все равно очень сложно найти свежие часто мороженое короче значит берем и мясо по-любому обязательно берем шашлык шашлык мы берем с расчета хотя бы через два дня должно быть вот то есть два дня прошло шашлык два дня прошло шашлык шашлык может быть в любом виде в каком вы хотите хотите рыбный хотите куриный в основном берем свинину потому что мы любим свиной шашлык можно взять крылышки куриные но они много занимают местом они их так не сложишь ровненько и они как-то и в морозилке у нас маленькая морозилка в домике поэтому место они занимают побольше поэтому я предпочитаю взять чистое мясо без костей вот шашлык я морожу сразу за маринованным я уже показывала для мариную значит приправы любимые специи потом растительное масло уксус соль все это перемешиваю с мясом ложу в кулек и замораживаю готовится начинаю к морю за несколько месяцев вот покупаю мясо чтобы это было не так накладно когда акция какая-то купила замариновалась закинула в морозилку в любом случае если вы не заберете она останется она не пропадет такое мясо можно пожарить на сковородке можно на противне в духовке запечь можно с луком сделать получится тот же вкусный шашлык вот все что угодно даже если вы его добавите с ним сделаете любое блюдо типа плова или жаркое ничего плохого не будет так что смело можете больше делать и замораживать значит берем обязательно свиной шашлык еще берем мы свиные ребра нравится нам тоже филе куриное филе куриное я режу тонко так вдоль отбиваю сразу и складываю одно на одно и в кулечке то есть сразу готовые биточки уже у вас вы приехали вам ничего не надо отбивать вы насыпали муку в одноразовую посуду чтобы не мыть потому что мука она тяжело умывается другое яйцо пожарили в яйце в муке в муке в яйце биточки и все будет вам счастье беру замороженный фарш на котлеты добавляю туда все кроме хлеба и что все все просто мясо перемолотое да лук не добавляю потому что когда вы замораживаете с луком фарш получается он зеленеет хлеб тоже смотрите можно добавить в принципе можно не добавлять потом вам останется добавить только яйцо вот или хлеб лук потереть на мелкой терке и котлеты у вас готовы ну как то уже котлеты нам приелись но это лично сейчас мое мнение сейчас мы как-то не едим котлеты в как-то они у нас нашли хотя бы на один раз вы можете сделать с куриного филе фарш вот в любом случае если вы не сделаете котлеты этот фарш у меня отлично уходит на море очень хочется выпечки значит я делаю чебуреки с этого же фарша размораживаю тот же лук добавляю чуть-чуть водички чтоб он сочным был и тесто на чебуреки очень легкая она не требует вообще никаких вложений вам нужна только мука соль и принципе все если есть можно ложка водки вот и тонко раскатываете кстати если у вас нету скалки там где вы отдыхаете или ну вы не взяли с собой я скалку не беру с собой то вы можете обычная бутылка от пива или от вина раскатать тесто вот я мою и снимаю этикетку вот эту вот чтобы она не красилась и бутылка стеклянной отлично можно раскатать тесто той же бутылка стеклянной если у вас нет толкушки для пюре вы можете потолкти пюре это уже проверено мною так дальше значит по мясу значит филе берем в беточки да ну хотя бы три три кулечка котлеты берем до пару пару раз это я на две недели вам рассказываю и получается значит на две недели там 14 дней ну где-то ну хотя бы пять шашлыков надо взять хотя бы ну хотя бы 45 шашлыков вот остальное мы уже там докупаем дальше что я рыбу я не беру так и там рыба на базаре свежая у нас продается но если вы любитель рыбы можете порезать рыбу присолить ее также заморозить и уже потом жарить еще можно брать ножки вот эти вот голень куриная она и на суп годится и на второе можно просто отварить отварить вермишель или пюрешку и отварить эту ножку и будет вам как бы еда готова что еще мы берем иногда я беру когда у меня есть хорошая тушенка кстати это для тех людей которые едут своим ходом семьей до которые хотят более или менее нормально приготовить еду вот и чуть-чуть поэкономить то есть не сильно там покупать до мяса то вы можете взять хорошую тушенку особенно это касается белорусов у вас хорошая тушенка вот и вполне можете взять в киеве тоже в украине тоже можно найти эту белорусскую тушенку все хорошо поискать можно через интернет найти вот мы есть и у нас неплохая тушенка значит неплохая тушенка в районе 70 гривен баночка это я вам говорю за нашу украинку в белоруссии если купить конечно дешевле тушенка получается вот тушенка это вообще универсальный продукт значит с ней можно ее можно поджарить лук на сковородке добавить туда мясо и смешать с макарончиками можно приготовить жаркое с ней то есть картошку отварить поджарить лук морковь картошку добавить водичку туда высыпать тушенку можно сварить любой суп можно приготовить плов тот же самый из тушенки вот то есть это универсальный продукт еще очень более ну такой универсальный продукт это рыбная консерва типа сардины сайры или скумбрии значит с этого вы можете приготовить рыбные котлеты есть такой рецепт очень очень давний еще советских времен готовила моя бабушка рыбную консерву мнете туда лучок трете на терку мелкой либо на мясорубку да ну нами на терку так как мы на море находимся до терку я кстати беру с собой но если уверена что есть терка там то тогда не берите я приобрела даже в том году такую небольшую терочку среднюю такая она небольшого размера она много места не занимает вот значит рыбную консерву умеете вилкой добавляете туда пару ложек манки ждете чтобы она разбухла до лук туда трете на терке и делаете такие котлетки когда манка разбухнет жарите их на сковороде можно так кушать можно сделать заливку лук морковь поджарить и с томатной пастой и залить эти котлетки тоже очень вкусно получается с этой же консервы можно сварить шикарный рыбный суп то есть морковь лук картошка закинули консерву все суп готов можно пшено рис добавить можно ничего не добавлять то есть тоже как вариант это для тех кто едет без машины взять тушенку взять пару рыбных консерв потом же с этой же рыбной консервы шикарный салат на бутерброды получается опять же вилкой помяли туда порезали мелко лучок можно зеленым можно обычные яйцо туда пару яиц вареных ну три-четыре на на одну консерву отварную морковку можно потереть на терке можно не добавлять можно плавленые сырки можно не добавлять вот и эту смесь можно гренки поджарить на сухой сковороде и намазывать можно так кушать просто вилкой ложкой просто к чему-то да вот такой типа помазка получается очень вкусно то есть рецептов у меня уйма таких вот легких быстрых которые вот можно приготовить ни с чего до опять же жареная картошка на море просто отварить картофель и с рыбкой жареной даст тоже короче блюд очень много и это об этом я могу говорить бесконечно те же самые баклажаны которые не надо жарить кружочками и мазать майонезом с чесноком а почистить их от шкурки и кубиками на сковородке на масле поджарить посолить их смешать с майонезом с чесноком это обалденно обалденная такая помазка на хотите на гренке хотите просто на хлеб очень очень вкусно получается можно просто кушать как салат вот то есть я мы каждый год ездим на море и годами у меня конечно вы выработались эти рецепты которые я мог готовить на море очень быстро и придумывать если чего-то у вас нет взаимозаменять обязательно беру терку обязательно беру свою овощечистку вот это я обязательно беру обязательно беру свой нож сковородку одну хотя бы с крышкой кастрюльки беру одну небольшую одну большую хотя туда куда мы ездим там есть две кастрюли в этом году если мы туда же поедем то я может быть только одну возьму кастрюлю со сковородками всегда проблема если они антипригарные они обязательно подертые которыми нельзя пользоваться либо же они какие-то кривые косые поэтому сковородку я всегда беру свою берем мы с собой электричайник потому что электричайник это спасение на сто процентов если вы едете на море без машины вы можете взять кипятильник хотя бы либо же маленькие чайники есть небольшие то есть если вдруг похолодало вода в душе холодная или отключили бойлер или еще какая-то беда вы быстро чайником нагрели воду электро за электричество вы не платите там дополнительно вот и помыли голову помыли ребенка не знаю быстро суп сварить быстро картошку сварить чтобы закипятить воду и сразу залить в кипяток ну приготовить быстро суп вот так чайник электро это нужная вещь досточку беру свою соду беру обязательно хотя это все можно там купить но она все дороже соду беру уксус беру уксуса много не надо поэтому беру в маленькой бутылочки с собой переливаю стиральный порошок беру если вы не планируете большие стирки устраивать но вам нужно будет там типа купальник простирнуть или носочки вы можете и вы едете ненадолго есть супер универсальное средство вот мыло дав обычная синяя классическая этим мылом вы можете умыть лицо помыть тело постирать носки шикарно отбеливает белые носочки постирать купальник поэтому можете взять просто кусок мыла дав что еще ну зонтик мы берем с собой просто не берем для навеса потому что мы берем с собой такие палки в лесу у нас мы уже уже нас несколько лет не там мы оставляли на крыше у себя в беседке эти палки из орешника муж вырубывает палочки где-то где-то полутора метровые вот и на них мы натягиваем простыни и под навесом лежим чтобы днем не уезжать домой в обед мы остаемся на море на целый день до вечера вот и еще как правило мы очень поздно выбираемся поэтому на вес эти очень нам нужны ну крем от солнца хотя я очень редко и мажется так что что еще берем привычные для себя продукты значит я беру беру с собой обязательно вермишель из киева потому что купить там макароны на море хорошие твердых сортов это практически нереально если будут то будет дорого очень беру майонез алком который наш киевские мы любим его вот там такого нет там только чумак можно приобрести что еще мы берем подсолнечное масло мы берем ну на две недели на такую семью как у нас надо как минимум две бутылки вообще три потому что рыбу жарить и все такое сливочное масло я беру где-то 4 пачки на две недели вот что еще филе беру просто обычное филе без ну не перемолотая не отбитая на беточки филе куриное можно из него готовить просто отварить скушать можно суп приготовить борщ приготовить на нем и еще я там делаю балычок балычок узнать я показывала просто снизу соль ложите филе сверху соль на один день под пресс все промыли просушили слегка или можно даже сразу есть и у вас балычок из куриного филе так филешку можно также пожарить на костре очень вкусно обмазываю сметаной вот ну принципе все остальные продукты такие как рис гречка я не беру потому что я на море не готовлю плов я не готовлю гречку но раньше я брала когда дети были поменьше старшие все все крупы брала с собой еще что еще мы берем с собой какую-то часть сладостей то что любят дети ну какие-то шоколадок мы берем много ложим там в холодильник потому что там это все дорого берем с собой пепси колу соки берем с собой ну чтобы там какой-то период не переплачивать вот мы просто у нас это все стоит в домике у нас это все есть нам не надо даже ходить магазин конечно она заканчивается и все равно мы докупаем но это уже в конце вот так что еще если вас интересует алкоголь вы берете с собой алкоголь значит что у нас там мы берем всегда шампусик с собой вино там никакое это все барбитуру тушу продают типа домашняя но все невкусно если вы любите вино берите с собой ну можно все продается все ну просто дороже вот но шампанское если пьете рекомендую взять из дому да вот если дети маленькие то конечно вам нужно ребенок если маленький обязательно взять растворимые каши они легкие вытащите их из этих коробок просто эти пакеты возьмите возьмите пюрешки сейчас есть в мягких вот этих упаковках такие как майонез выдавливаться как кетчуп если вы едете своим ходом я имею ввиду вот мясные консервы взять потому что ребенку смешали с пюрешкой там с любой кашей вот и ребенок сыт что еще это что касается маленьких-то детей ну и какие-то соки до без сахара вот принципе такое остальное вы можете купить одну печеньки печеньки для детей вот но принципе вроде бы все рассказала подстилки обязательно мы берем до на пляж с собой крем и крем и я беру обязательно крем для для тела либо же какой-то крем который не нужно для лица и вам надо его закончить очень много уходит геля для душа моющие средства обязательно берем с собой мочалку свою любимую гель для душа да все это конечно нужно в большом объеме потому что каждый день там ходишь вечером душ вот я голову и дома мой каждый день и там обязательно конечно вот бритва это все все что вам нужно на вот если вам это нужно вы берете у у нас за две недели уходит две бутылки геля для душа на всех вот так что вроде все рассказала ничего такого вот по теплой одежде обязательно а так можете взять 44 футболки хотя бы надо взять и можно одними шортами обойтись вот но платье платье для девочек конечно это очень важно вот еще кто полноватый то нужно длинненькие шорты чтобы ноги не терлись и какие-то брючки легкие ну и все вроде бы все рассказала все всем пока забыла еще сказать обязательно возьмите с собой тряпочку какую-то вытирать стол и мыть посуду вот и моющее средство для посуды одноразовую посуду чтобы часто не мыть ну вами так будет некогда еще посуду мыть вот я беру и глубокие тарелки и мелкие стаканы обязательно одноразовые чтобы часто не мыть чашки и забыла сказать обязательно удлинители удлинители очень нужны потому что резетки правило их мало вот и поэтому удлинители очень востребованного нужно будет стать чайник допустим до включить все сразу розеток будет мало поэтому вот так еще вспомнила удлинители тряпочки одноразовая посуда но еще средства все это точно пока